Российские фермеры в Ростовской области скрещивают пальцы на удачу в ожидании дождей. Если нынешняя жара не спадет, урожай зерновых будет на 20% ниже прошлогоднего. По прогнозу Зернового Союза, сбор зерна в этом году составит 95-96 миллионов тонн против 105 миллионов тонн в прошлом году. Погодные условия были у нас тяжелые с осени. Было серьезное недостаток влаги, но потом, с начала апреля, пришли дожди, которые значительно пополнили запасы влаги и позволили пшенице развиться и набрать тот темп, который вы видите здесь. Проливные дожди увлажняют почву, но с другой стороны, такая погода способствует развитию болезней растений и размножению вредителей. Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край – крупные аграрные регионы России, которые поставляют зерновые, особенно пшеницу, на мировые рынки, в частности в Северную Африку и на Ближний Восток, через Черное море. Еще одна проблема для производителей – это резкое падение рубля по отношению к доллару в 2014 году. Расходы на пассивной материал и оборудование значительно увеличились. До 2011 года у нас была отечественная техника. С 2011 года мы стали покупать импортную технику. Почему это сделали? Потому что это, прежде всего, энергонасыщенная техника, экономия по горюче-смазочным материалам, по запасным частям. Казалось бы, в прошлом году российские фермеры получили новые возможности, когда Россия ввела эмбарго на импорт европейского продовольствия. Но проблем у производителей хватает. И дело не только в погоде. Это и рост расходов на оборудование, чересчур дорогие банковские кредиты и, наконец, введение новых экспортных пошлин на зерновые с 1 июля.